ну вот мы в миорах дальше браслов у меня сейчас больше интересует вопрос что заправкой неужели здесь заправки никакой нет у меня совсем топливо как бы не густо сколько тут до браслова еще километров я думаю тоже наверно по 35 будет я в миорах сейчас подъеду вот красивый костел этот просто подъеду к нему посмотрю на него и поеду дальше очень красивый поселок прям все тоже чистенько аккуратненько все так очень нравится мне миоры душевненькое место без вопросов а вот красивый костел их миорский легендарный я даже сказал написано городский парк полуостров интересно куда же меня на браслов поведет красиво у них парк ухты красота вот сам костел очень красивый прям ах у меня уже жопа затекла так сейчас делаем установку сначала посмотрим где у нас браслов сколько нам еще ехать до него но я уже не пойду то далеко меня нет цели обхаживать памятники просто вот просто красиво море и панны красивый костел безусловно очень такое но ухожен это само собой ответ на школа рядом похоже по богатому все это здорово красиво я поехал дальше потому что во первых я хочу уже есть но мне нужно еще сейчас на браслов с браслова я уже поеду на поставу наверно посмотрим я приму решение что нам делать дальше медбрас не мог не снять его сбоку смотрите какая красота какой на крыжом на большущий костел не ну реально он красив он красив он красив он могуч он гоняет ста и туч все едем на заправку пока за через три километра противоположно моему браслову но мне нужно заправиться потому что я совсем не видно вам или нет совсем на и на износе наконец-то заправка и у мою белья уже думал все звездец как и доеду 40 километров 45 километров до браслова дресси 1 12 2 до полного знаете что у нас достаточно любезно всегда разговаривать на заправках белорус нефть но заметил когда они ты шил посмотрит когда-то подходишь шлеме с камерой они становятся прям ну сверх любезными улыбочка такая все доброго хорошего дня тттт такие знаете капец так это вроде как так едем дальше сейчас мы убираем это все дело до доехали смотрим наш список куда мы там дальше должны добраться ну вот это все я уже проехал сейчас еду в браслов понимаете все таки все равно мне придется вернуться да сейчас я еду на браслов и далее все поехали ну я уже больше путина половины проехал 255 километров на счету плюс еще пятерка примерно даже больше на этом на на скорее почти десятка ну грубо говоря пятерка это получается 260 километров доеду до браслова это уже будет 300 сейчас тогда вводим браслов а мы сейчас выезжаем на какую-то трассу мы какую-то трассу мы сейчас выезжаем это типа полоска какая-то или что пока миоры 1514 а 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 честно говоря уже капец как проголодался и есть хочу уже уже три часа почти я вообще ничего не ел надо брем очень остановился воды и попил меня вечером ждет ужин вот начались озера браславские 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 красоты я честно вам скажу не совсем понимаю почему так пропиарены браслов мы как-то съездили женой один раз покатался по этим брасловом ну у меня не не самые впечатления остались то есть это не то место скажем куда бы мне хотелось опять вернуться вот совсем не то почему они так пропиарены и я многим нравится многие аж пищат ну как-то мне не мне не очень зашло все индивидуально конечно глаза просто поедает эту зелень эту красоту всю каждый делал ландшафтный дизайн каждый каждый раз по-новому что-то такое что-то меняется все нестандартное дальше у нас после браслава пойдут по моему камай деревня дальше видзы не даже поставы наверно потом уже визы честно говоря я уже честно говоря не помню а вот так всегда бывает когда едешь едешь все красиво красиво думаешь ну сейчас снимешь нажимаешь кнопку а дальше просто обычная дорога ну тем не менее красиво вот видите такие березы вначале здесь ну отличаются браславские места скажем так будем объективными ну от обычно каких-то там деревенских проездов и прочее то есть то вот такое есть вот что тогда чувствуется что что-то другое более симпатично тем более здесь видите эти березы так аллеи возле дороги высажены не просто так у меня пишут что когда конкретного места до нулевой точки браслава самой 8 километра вот ну до сих пор вы знаете едешь и в руки еще прохладно боюсь кричать обогреватель блин забуду выключить и будет тогда финиш сядет опять акум за одно мгновение блин не обгонишь и потому что ничего не видно двухполоска по ходу когда-то пост гаи здесь был они продажа путевок на платное рыболовство выходные сегодня закрыта ну вот брасл 2 километра долгопилс 52 литовский город река друйка вот мне на моих арчах можно было тянуть до этой славнефть заправки но я как бы славнефть не особо доверяю разного различного рода я все-таки больше беларусь нефть верю как это кто-то может опять со мной на эту тему спорить но для меня так ну что направляемся дальше деревня видзы там просто очешуительная штука стоит очень безумно красивая ну штука это я называю костел достопримечательность какая-то вот когда-то там было я не знаю если при выезде с браслова была очень классная кафешечка с видом со спуском вниз теоретически это как раз таки идет по моему маршруту я точно не уверен но по моему идет и я бы туда хотел бы заехать и возможно перекусить да и пока не перекусите поесть ну реально 2.39 я не ел ничего вчера на раз часов только где-то 7 или 8 я съел и все и я голодный все это время очень хочется кушать а с другой стороны хорошо голодным и ничего не парит энергии много вот но пока едем туда ведем в сторону вид наверное надеюсь что заведет куда надо 300 километров где-то 305 у меня на данный момент пробег это нормально это то что я запланировал сегодня думаю что даже 500 я сегодня повалю наверно камеру выключать не хочу данный момент у меня осталось буквально 14 минут и мне придется поменять карточку я просто к тому все это дело говорю что не выключая почему потому что но вот сейчас я здесь еду здесь достаточно симпатично и не хочется ничего выключать мне еще с погодой конечно повезло не духа ты никакой не в то же время не дождя никакого но ветер только да и бог с ним с этим ветром от этого хуже хуже покатуха не становится ну вот смотрите красоты брославские вот они кто-то замок себе строит какого пугачёва да наверное все правильно я сейчас буду проезжать как раз мимо этой закусочной я опять же туда заеду у меня интересная история произошла с этой закусочной я забыл там сумочку свою на столе мы кушали я забыл сумочку боже у меня была такая истерика я думал не знаю там документы деньги все это было так конечно обидно вот но тем не менее мы вернулись и сумочка то есть сумочка осталась от администратора говорит человек здесь был говорит вот он нам передал ее мне кажется строительство испортилось думаю блях вот баран вечно что-то забуду вообще забывашка еще то по жизни я уже останавливаться не буду я думаю что видно все и так вот я голову поворачиваю максимально как могу еду кривоголовый чтобы можно было снять все это а кто то что живет смотрите напротив этих водоемов всех ну вот фонари все на солнечных батареях лода куча странно никто не купается внутри заезжать в этом браслов там совершенно смысла нету ничего там особенного такого нету обычно провинциальный город не скажу что маленькие вот уже проходят всякие тусы всякие движи здесь вот это все тут есть он первый или второй мотоциклист которого я встречаю а во вива браслов написано ну вот красивые тут стояночки все как положено ну вот часть вот типа на курортная считается а что такое там по ходу пасеки какой-то да и что это за домики такие непонятные а это может а что то еще такое бюджетный отдых а пасеки это типа ты можешь на палатке ночевать но если дождь пошел то ты можешь туда зайти и там переночевать бюджетный отдых звучит так бюджетный отдых не она звучит нормально но в сочетании с этими домиками слово слово сочетание бюджетный отдых как-то по меньшей мере как-то необычно звучит но вот это место про которое я говорил вот сюда сейчас я заскочу здесь внизу можно спуститься здесь очень красиво вообще говорят там есть фуры там кормят всегда качественно можно не переживать но будем надеяться что это работает сейчас я сюда присяду перекушу покушаю не прикушал покушаю и поеду дальше вид за поставы в общем посмотрим но времени уже 2 46 3 часа уже как бы не хотел что вечером будет холодать пойдем себе что-нибудь вкусное закажем не знаю за ветра будет слышно ли нет но здесь очень красиво смотрите какая здесь красота я уже вниз туда не я уже вниз туда не пойду уже потому что я хочу есть не знаю за ветром слышно что-то говорю или нет но вот можете такую красоту наблюдать поду покушаю я очень плотненько покушал сейчас в очень экзотическом месте взял себе чай взял себе чаю взял себе вкусняшку и вот смотрите какой здесь вкус идет и поедем дальше я уже честно говоря очень устал но поедем называется ковярни заезжайте останетесь под впечатлением вам очень понравится потому что я здесь уже второй раз и могу сказать здесь очень красиво ну что направляемся дальше следующая остановка видзе деревня опса вот такой костел красивый имеется в наличии но стоит прямо возле дороги они реально как то все похожи как будто сделано по одному дизайну там же стиль какой-то у них определенно у всех есть вон вдалеке с левой стороны виден что-то церковь или костел я не знаю я вечно не путаю в деревне видзе это безумно красивое сооружение я мы были внутри я не буду заходить ничего я опять же вокруг только проеду возле него он просто баснословно красив очень даже когда-то будете деревне видзе обязательно заедьте там есть на что посмотреть территория внутри просто шикарная ну вот мы въезжаем кстати здесь совсем-совсем рядом идет литовская граница прям ну очень рядышком посмотрите как он просто неприлично красив прям очень сильно смотрите какая красота иногда кажется что он ну как будто это ну ты не своими глазами видишь как будто это все не по-настоящему но я уже был здесь говорю еще раз ну с удовольствием сюда опять заехал сфотографирую сейчас на память почему нет церковь святой троицы называется это все-таки православная там дальше если пройти туда немножко дальше там есть такая интересная инсталляция в религиозном стиле хорошее место здесь можно погулять походить качели есть тут там дальше тоже дом какой-то необычный там где жили монахини или кто там что-то типа такое ну вообще кто захочет приезжайте сюда здесь красиво территория большая все очень ухоженно все как всегда в беларусь памятник там великой отечественной войны прямо вот ну в каждой деревне крупной есть такой памятник круто а там дальше за памятником там есть такая типа кафешечка очень приличная можно перекусить морожки поесть чаю попить кофе все мы направляемся дальше на поставы вон стоят вышки смотровые я так понимаю что это уже идет приграничная зона и там дальше уже литва стоит человек какой-то вон там далеко еще ушки стоят то есть совсем рядом с литовской границей а это интересно какая-то по ходу электростанции и там посредине здания я не знаю как там люди блин башка им не болит от различного рода излучений сидеть так себе работка блин какая-то да электростанция такая здоровая поставлю что-то какие-то символы буквы беседка для курения но тут еще беседка для курения да прикольно здоровое такое у меня осталось ровно меньше минуты я в поставах карточка заканчивается новую оказывается не взял блин буду стараться может быть смогу найти что-нибудь здесь в поставах поехали ну что я в поставах по сути дела такой конечный основной пункт для меня который я хотел вот думал сократить от браслова не от браслова а от шарковщины в сторону но решил все равно поехать и сделать полный круг как запланировал конечно здесь красота погода очень хорошая все такое шикарное все красивое вот их церковь там где-то снизу есть еще одна но опять же говорю я уже здесь был я ездить не буду уже может это будет лишним но я сейчас возьму какой-нибудь еще кофейка капучино отдохну где-нибудь часик другой ой часик ну пол часика и поеду дальше поеду дальше уже на конечную точку я не знаю сколько мне осталось но думаю еще километров 80 наверное не меньше до конца сейчас я пойду возле фонтанчику присяду нет с собой если можно а любое не я хотел бы можно балкет какой-то мини у вас да как-то кушали у вас очень вкусно так может на улице кушаем на улице? нет вот тут два назад вот там в углу в самом деле не на улице кушаем сушили не на улице в нем на улице не на улице не на улице Субтитры сделал DimaTorzok 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 Год, может даже 30 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Обратил внимание, смотрите, лавочка для влюбленных такая Два сердечка Типа согнута фонарь с одной стороны с другой И лавочка такая прикольная Да, она не ровная, а сдвинута Чтоб типа друг к другу ближе сидели Не, ну реально прикольная штука такая Вы, блин, от фонтана Вода прямо в лицо Ну это вообще так Интересное такое решение Я сейчас поближе подойду, посмотрю Я еще тут... Получилось так, что, короче, у меня карточка Закончилась Я тянул последние минуты И я был уверен, что у меня 32-ка еще одна лежит В запасе я положил Фиг там Ничего не лежало Я думал, что уже больше снимать ничего не буду Тут осталось, в принципе, тоже немного Практически на точку ночевки еду Но все-таки Зашел, купил карты Вот я сто пудов, если карточку не купил Что-нибудь интересное будет Да и вообще хочется как бы все равно еще что-то поснимать Чтобы было больше контента И здесь, блин, кругом ничего нету То есть вообще все закрыто Суббота постава Ну, сами представьте, откуда там что-то Будет открыто в это время Да, там кафешка какая-то одна Вот по озере, где я кофе брал открытый Там очень вкусно, кстати, кормить в Сибуте В центре постав кафе по озере называется Прикольно, смотрите Такой, типа, навес над головой Чтоб сразу можно было венчание провести Фонарь такой с бабочкой А, вот, типа Типа, это пацан, а это девочка, типа Блин, прикольное решение вообще Сейчас я сфоткаюсь даже И закрыты даже эти МТС Все вот эти вот И только один Вулкон Работает без выходных До 20... Или там до 19... До 20.00, по-моему Без выходных, без обеда И вот туда я зашел Всего карточку на 32 гига Смарт-байовское, правда, говнище Ну, в принципе, нормально Сформатировалось, работает Да и слава богу Вот Так что вот такие дела Все, я направляюсь сейчас На деревню Комарова На место сбора Многие мотоциклисты, кстати, знают прекрасную эту деревню Там магазин Очень классный В общем, двигаемся в ту сторону До места моего конечного маршрута У меня показывает, что 52 километра Но мы не ищем легких путей И мы поедем через город Мядель И там еще оставим Приятные впечатления И только после этого мы поедем Домой Ну, вот это у них очень красивое место, конечно Безусловно Мотоцикл остывает мгновенно Постоял вот каких-то 30 минут и все уже У них еще вот один костел здесь есть На реставрации какое-то здание Еще одно находится Магазин называется Карась-карась Прикольно Ну что, мы выезжаем Ну что, мы выезжаем И двигаемся на город Мядель Я пойду через Мядель Соответственно, через Нароч И там уже в деревне Комарова Моя финальная точка Где я, собственно, и буду Финализировать весь свой сегодняшний день И чувствую, выйдет у меня поездка сегодня Километров, наверное, 460 500, наверное, не получится Да и бог с ним Я не знаю, ты как где-нибудь дозаправиться В Мядель Не, наверное, в Нарочи дозаправлюсь Напасся Ох ты, какой человек года Ай-яй-яй Какое большое лицо у человека Человек года Нахрена себе ты резвая Чучуиху не сбила Так, ну что, давайте этого на Peugeot будем обгонять Он какой-то Еще вот такой самолет в поставах есть Военный какой-то Что-то там написано Но я уже не буду останавливаться Пойду дальше Блин, ну не мог не снять эту красоту Посмотрите Где-то 16 Сколько? 16-12 Смотрите, солнце Какая погода Какая красота Какое все Какие краски Я надеюсь, моя Сонька сможет это передать Да сможет Жаль, что не 4К снимает, чтобы это все показать Ну, просто шикарно Мне еще, конечно, не очень приятно, что нас снимают в чехле это все дело Потому что Потому что А вот с этой стороны Смотрите, какая красота Какая Какой огонь Вообще просто Просторы Погода Песня Не холодно Не жарко Все, что надо По этой дороге я уже ездил Но я ездил Но я ездил, знаете, когда Это был По-моему, конец января Либо начало февраля Снега Еще было такое холодно Я еще помню Я заболел Жутко Вот То ли этот был такой Вирусняк какой-то То ли что ходил Я Никогда не помню С такой температурой, чтобы я мучился Так мало того, что Температура была Вызаченная Так еще И реально Я испугался Потому что Тупо не было аппетита Вот вообще Не было аппетита Никакого И долго Недели две Я вот так вот Мучился Я и дочка И сын А сейчас эта дорога Совершенно по-другому выглядит Она сейчас Яркая Она сейчас Зеленая Она сейчас вся В таких жестких Контрастах Блин, красиво Как Слушайте, я с утра ехал Как-то не то было А вот Ну Как вот к вечеру ближе Так и Ну так Топово так как-то Все это выглядит Не знаю Ну мне нравится очень Ну что Я въезжаю В город Мязель Достаточно быстро Я приехал сюда Ехал сотку Встретил Несколько мотоциклистов То вообще никого не было К вечеру Видимо все подтянулись Вот И Как-то стали немножко кататься Мотоциклисты Вечер потеплело С утра Всем холодно было Блин, такие все теплолюбивые Я офигею Мне так пофиг Когда кататься Лишь бы ездить Хоть в дождь Хоть во что там Не знаю Что угодно Только что Спереди машина С ментами Что-то мне показали Типа там Вилку Типа это Поприветствовал меня Я не знаю что он там Что он хотел сказать этим Так ну что Сейчас поворачиваем на наруч На Хочу только оставить одну фотографию Молодец Красавчик Да Вот так Молодец Почему у меня похавать ничего нету Я помудал бы сейчас что поесть Так и собака хорошая Там на въезде в Мяделя Есть такая указатель хорошая Я вот с ним хочу сфотографироваться Но Я не помню где он Где-то тут недалеко Я все кидаю в сторис Себе там очень много фотографий А вон вижу вижу Ага Ну все Дальше мне уже можно Мне указывать Отсюда до места Осталось 40 километров Я на месте Будем проезжать наруч Там сделаем дозаправку И все Смотрите какая красота кругом Вот это озеро Видите как вы думаете что это А это озеро Мязель Это не наруч Кто не знает Наруч будет дальше Я покажу там фишку интересную Так Небольшая Селфи на память Эх какая красота Озеро Мязель У меня с левой стороны Это еще не наруч У нас 17 километров Это очень красивая дорога От Мязеля до Нарчи Очень эффектная Такая вся гористая Ветвистая Люблю здесь тоже ездить Нравится мне Но только в хорошую погоду Потому что зимой Здесь Абсолютно беспонтово кататься Ну хотя кто-то может и зимой Найдет для себя какие-то фишки Это все озеро Мязель Идет Тоже большое Согласитесь озеро Да Я потом по Нарчи хочу Вообще такой По Нарчанскому краю Эксурс такой сделать На мотоцикле Тоже снять видео Показать где Что Чего Я неплохо знаю Этот Вообще Саму Вот это вот Весь Нарачанский край Ну как Не прям идеально Что там супер Я уже все знаю Но многое знаю И многое могу рассказать И показать Поэтому Будет видео по Нарчанскому краю Надо чтобы погода была только хорошая Чтобы был эффект от этого видео И Все это было подтверждено Здесь находится аптекарский сад И вот тут важный момент Внимание Вот Хочу вам показать Приостановиться Смотрите Вот это вот дорога Ну это кто не знает Может белорусы может и знают Но я думаю белорусы не все знают Смотрите Вот это вот дорога идет сейчас Вот там озеро Мядель А ровно через эту дорогу Начинается озеро Нарач То есть многие думают Что вот это проезжаешь Это уже Нарач Двигаемся дальше Кстати Вот эта дорога Что я показывал налево Да туда На санатории Сосны Это какой-то там правительственный санаторий Ну там всем отдыхают И не доезжая Это белое озеро Достаточно легендарное озеро Потому что там Очень многие отдыхают с детьми Там шикарный пляж Песочек Кто желает отдохнуть Можно поехать Но опять же буду делать По Нарачи эксурс Я обязательно Заеду туда Я вам покажу Вот это уже Нарач Купаться на Нарачи Нежелательно Потому что покройтесь Дрянью Но кто как Вот некоторые покрываются Я допустим Да, а некоторые нет Такими Знаете Чешутся такие здоровые волдыри Выскакивают красные Они проходят правда Но все равно Чухаешься неприятно Вот большой памятник Здесь на праздник Пушки здесь стоят Тоже в Великой Отечественной войне Большой памятник Здесь тоже на 9 мая Движуха обычно Всегда Ехать берем летом По этой дороге Одно удовольствие Когда хорошая погода Это просто сказка Сегодня погода Ну просто такая Вот Настолько кайфовая Что просто даже Объяснить сложно Словами Надо это все почувствовать Я очень рад Что моя Сонька снимает классно И она может передать Все вот эти вот Моменты Здесь находятся еще Немецкие доты Не немецкие А доты Вообще в его Видите это Великой Отечественной войны Здесь же проходила Линия Сталина И вот еще оставались Вот эти вот сооружения Доты эти Как они называются Заградительные Как их называют Я не знаю Для тех Великой Дорогой Великой Великой И Дорогой Великой 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 Термина Великой Соправка на Нарыче, очень классно, здесь нужно посидеть, столики стоят, достаточно комфортно. А что мотоцикл не отгонять? У вас же все равно другой не заправится, пока я не рассчитаюсь. Обычно отгоняется вперед, оставляется, чтобы человек мог время не терять. Если у вас была очередь, здесь и человек, вас бы спросили бы, поверьте, что у вас просто людей нет. Некоторые бывают платят для тех, кто не заправился. Парты еще не были, поэтому мы так и говорим. Вы знали вы, как я не люблю, когда приезжают экскурсионные автобусы. Это треш, не в туалет, не сходить, не в очереди, не постоять. Это какой-то капец, блин. Вообще. Я как только вижу на заправке автобус, я сразу с нее бегу, если есть возможность. То есть, прямо если екстренно, то да-да, так. Нафиг. Ну что, мы выехали из Нарочи, мне осталось 26 километров. Я заправился, чтобы завтра уже не заправляться. Куда и как завтра поеду, буду смотреть по самочувству. Если у меня никуда не захочется, я никуда и не поеду. Если нет, то в любом случае у меня завтра плюс 200 километров. Я думаю, что, наверное, плюс 300. Я бы даже не отказался от плюс 400. Это было бы интересно. Но куда ехать, честно говоря, я не знаю. Блин, задолбал меня этот навигатор. Вот, я еду окраями Нарочи. Видите, какие домики стоят симпатичные. Богатые. Вот. А завтра не знаю, куда ехать. Везде был. Сморгонь направление. Островец был. Ну, в Ашмянах не был. Ну, как? Никак не был. Ты же проезжаешь Ашмяна, то есть, на окраине. Внутри Ашмян не был. Что там тоже делать, не знаю. В Сморгоне был. То есть, в какой страной не возвращаться, я везде был в этой части. Да, я не знаю, где я не был. Я не был в Могилевской части. Я не был в Орже. Я не был в Могилеве. Я не доезжал там, как в Червени был. А в ту сторону вообще там реально я нигде не был. Туда бы я с удовольствием, скорее всего, прокатился бы и кайфанул бы, наверное. Туда нужно ехать с какой-то ночевкой, наверное. Так просто не поедешь. Тут в деревне Нарыч. Это курортный поселок Нарыч, где я был. А сейчас проезжаем в деревню Нарыч. Там есть очень красивый костел у них. Находится. Я буду ехать. Будет с правой стороны от меня. Я им название не знаю. Мне вот, понимаете, картинка красивая и все. Мне больше ничего не надо. Это типа ее центр. Ну, а вот костел с правой стороны. Ну, такой скромненький, да, по сравнению с видзами. Сколько там у меня пробег? О! 445 километров. Еще 26. Ну, да, где-то 470 сегодня я положу, наверное. И так мы подъезжаем к перекрестку. Направо это дорога на Полоцк. Налево на Вильнюс. Ровненько приезжаешь на границу. Ну, и мне нужно налево. Налево. Просто тупо включил, чтобы запечатлеть вот этот вот момент. Я уже подъезжаю практически, наверное, в деревню, которая называется Константинова. А там уже 3 километра, и я на месте. И когда ездишь, все время кажется, ну, вот сейчас, вот этот поворот, вот сейчас вот. Но перед тем, как поворот, должна быть вышка телевизионная видна. Это значит, ты приехал. Если ее нету, значит, я нифига еще не доехал. Здесь, конечно, кайфовая дорога. Я на Банджаже ехал как-то пару лет назад. И, вы знаете, в такую ситуацию опасную. Дочка ехал. Вдвоем на 200-ке, сами представляете. И фуру обгонял навстречу машину ужасно. И до сих пор у меня такие воспоминания не самые приятные, а ужасные. Просто момент был. Ну, там как бы до аварии, да не дай бог, там достаточно далеко было. Я думаю, что я в любом случае как-то бы среагировал. Но могло быть и неприятно. Намного мощнее. Почему я, собственно, и брал мощнее, чтобы он... У меня был запас мощности какой-то в случае, чего я открутил ручку и вылетел. И уже были такие случаи, когда это выручало, помогало. Ну, по крайней мере... Вон, вышка видна уже, все, подъезжаем. По крайней мере, ты штаны не делал, что... Ой, там спереди машина не успеешь. Успеешь. Вдавил и успел. Все. Не знаю, вам видно или нет, но спереди дымит атомная электростанция. Почему-то отсюда всегда, прямо вот с этой ровной дороги, всегда очень хорошо видно ее. Вот. Ну и все. Я уже прибыл на крайнюю точку свою. Вот. Итог. Подведу немножко попозже, когда уже приеду, там перекушу, отдохну немножко. И тогда уже поделюсь, что, чего и как. В конечном итоге, вот этот круг мне составил 470 километров. Должен быть 450, но, видите, где-то 20 километров я накатал лишних. Потому что, ну, это так показало расстояние, 452 километра показало расстояние гугла. В принципе, он правильно показал, но мне пришлось объезжать, чтобы в докшицах я не попал на гравейку. Потому что вы видели, я там съехал, я там чуть ноги себе не переломал. Поэтому я решил это дело как-то объехать. И, в принципе, был прав. Все. В общем, я на месте назначения. Итог чуть-чуть попозже. 470 километров. Может, 475. Вот так вот. Ну, скажем, без километров 25-30, это получается 500 сегодня я нарисовал. Здорово всем. Ну, вчера совсем не было сил что-то записывать. Потому что пока разобрался с этими там видосами, пока все перекидывал через компьютер на внешний веник. Дело в том, что как бы очень переживал, чтобы все записалось. Потому что и голос должен был записаться. И все это, знаете, бывает, что планируешь, и потом поехал раз, и звука нет. Вот. Но слава богу, все записало, все хорошо. Еще боялся, чтобы не заболеть, потому что я промерз, особенно с утра очень сильно. Но все, как бы, все в порядке. Вот. Классно. Вчера катнул, очень доволен. Душевно, знаете, такой какие-то бреши, которые внутри в душе есть, они заполняются от этих покатух. Сегодня еду второй день. Будет короче маршрут. Вчера 475 километров, то есть почти 500 километров я бомбанул. Сегодня, я думаю, будет значительно меньше. Километров 350, я думаю, не больше. Да и пока не знаю, куда поеду. Еще маршрут толком не разработал. В сторону Гродненской области. Ну, я говорю, что там не такой большой, как, по крайней мере, сегодня. Но то, что километров 300, я думаю, так это точно будет, а там уже будет видно. Возможно, Сморгонь, Вилейка. Вот. Куда-то, может, туда в сторону еще отъеду. Да посмотрим, пока еще не решил. Вот. Так что, пока я сейчас собираюсь, все видосики переписал. Вот. Подготовился, сумки собрал. Сейчас позавтракаю и поеду. Я с утра лететь не буду, потому что не вижу смысла. Это глупо. У меня сегодня весь день и... Ну, что такое 300 километров? Да, там, ну, 6-7 часов покатаешься с остановками и, в принципе, будешь дома. Так что все, сейчас собираемся, завтракаем и вперед. И, конечно же, чашечка кофе. Продолжение следует...